Привет всем, с вами Хомиш и сегодня я хотел бы рассказать о том, как запланировал апгрейд на самое ближайшее время. Да, это не стандартное начало для моих видосов, обычно вы видите какую-нибудь форзу и кстати дальше оно так и будет. Сейчас я бы просто хотел сделать краткий анонс по поводу того, какие будут ближайшие видосы. Помимо новостей и всего остального, хотелось бы иногда делать лайв видео, всякие обзоры, сравнения, какие-нибудь поиски старых видеокарт. Меня очень интересует GTX 680, причем именно 4 гиговая, как она себя чувствует на сегодняшний день. И наверное, я бы сказал R9 390, 390X тоже были бы интересны. Ну а на ближайшее время запланирована RX 484 гига, такая вот от PowerColor или PowerColor, не знаю, в общем. Она мне уже давно достаточно лежит, на нее надо просто сделать видео. Я записывал тесты вначале у себя на мониторе 2560 на 1080. А потом понял, что большинство она все-таки нужна для Full HD, потому что при моем разрешении она во многих играх не дает 60 FPS. А вот при Full HD давала бы 50-60, даже в актуальных. Ну и та карта, которую вы все видели в опроснике у меня в сообществе, это R9 Fury от Sapphire. Тоже, кстати, четко AMD-шные вендоры. PowerColor AMD-шный вендор и Sapphire AMD-шный вендор. Я ее урвал чудом. HBM память. Первая AMD-шная карта с HBM памятью. Fury, Fury X, вот эти все. С тремя вертушками. И самая главная ее фишка. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ее самая главная фишка. Это то, что, во-первых, она огромная. Она реально просто монстр. Я бы для сравнения показал, конечно, 480. Наверное, стоит это сделать. 480 у меня даже в антистатик пакетики. Вот, какие они. Своей разницы в габаритах. Эта карта реально огромная. Она больше, чем моя 1080 от Gigi, где 3 вертушки. Она больше многих. Но при этом она не такая уж и высокая. То есть, не такая именно широкая. В смысле, я даже не знаю, как правильно назвать. Вот этот промежуток, наверное, все-таки высота. Потому что это длина, это ширина. Не знаю, как правильно считают видеокарты. Но, в общем, чем примечательна вот эта карта? Вот таким обдувом, который сейчас используется в вот этих всех новых RTX, в амперах. То есть, есть чем заняться коту. Продув. Последняя вертушка, получается, продувает карту насквозь. И очень прикольно выглядит, что питание дополнительное вот здесь находится. При этом, это мощь. То есть, тут достаточно много теплотрубок. Насколько я понимаю, их 3. Я самоохлаждение не изучал еще до конца. Но охлаждение лютое. Карта классная. И при том, что это 2015 год, на сегодня она смотрится очень хорошо. И показывает себя в играх лучше даже, чем 480. Во-первых, я их сравню, 480 с Fury X. Потому что они примерно за одни и те же деньги. И у них одинаковый объем памяти. Ну и будут отдельные видосы. Просто будет отдельный видос про 480, где рассказываю, актуальна ли она в 2020 году. И чем хороша именно она. А потом будет видос про Fury обычную. Актуальна ли она в 2020. И в чем ее плюс получается. Ну и в чем ее минусы опять же. Потому что под нее нужен серьезный блок питания. Не каждый блок с такой видюхой справится. Ну что такое? Что такое? Что такое? Ну все. Называется, открыл коробку. И получил, в принципе, то, на что я рассчитывал. Карты неправильно положил. Ну вот. Такой вот получается анонс ближайших лайф видосов. Если вам именно вот такой формат интересен. Когда я перед вами сижу, рассказываю все. Объясняю, делюсь каким-то своим опытом. Такие видосы будут не часто. То есть, часто их делать у меня нет возможности. Потому что новостной формат меня сильно загоняет в рамки. Когда нужно часто делать видосы. Просто потому что вот я сегодня выпустил, допустим, AMD-шные новости. Проходит день-два. И появляются какие-то еще тоже интересные. Могут AMD-шные быть новости. Могут и NVIDIA-фские быть новости. И новости от Intel. И это нужно рассказывать. Потому что мне самому эти новости интересны. Я вот их читаю. И понимаю, как важно о них рассказать. То есть. И понимаю уже на моменте, когда я все прочитал. В каком порядке все это преподносить. И как вот все это правильно делать. Короче говоря, сейчас будет плавный переход на геймплей. Мне просто кот не дает этого сделать. Грамотную подводку подвести. Начинает меня кусать за то, что я не даю ему драть коробку. В общем, где я уже буду рассказывать про свой актуальный ПК. Рассказывать я буду про него потому, что мне нет возможности его перед вами сейчас показать. Так как я звук пишу на комп получается. Но в видосе, в котором я расскажу уже про свою новую систему. Я покажу вам и новый ПК. И потом старый. И расскажу, почему я проапгрейдился. Вот. Большинство зрителей и так знают. Прямо сейчас у меня 7700К с небольшим разгоном. Но как же я докатился до такой жизни. 2020 год. На дворе у меня 4 ядерник на 8 потоков. Все дело в общем-то в самих Intel, которые продвигали 4 ядерники на протяжении практически 10 лет. Начиная с Нихалем. И вот заканчивая как раз кэбилэйками, я чётко попал на финал всей этой истории. Хотя изначально покупал себе 6700К в 2015 году. При этом, что характерно, когда я увидел цены на DDR4 память, было очень большое желание взять Z97 чипсет и 4790К. Тем более, совсем недавно вышел Бродвилл 5775C. И мне он казался вполне себе интересным. А реальных отличий со Скайлейками, кроме как в поддержке DDR4 памяти, я не видел. Чтобы вы понимали, летом 2015 года я даже приобрёл себе Asrock Z97 Extreme 4. И выбрал я эту плату совсем неспроста. Да, буквально за 2 года до этого в 2013 я взял себе FX 8320 с материнкой Asrock 990FX Extreme 4 и видеокартой GeForce GTX 770. Вот скриншот моего заказа того времени. Я сидел на этом ПК практически 2 года, но в какой-то момент FX мне настолько надоел. Особенно тогда, когда у моего кента на i5 и вибридже был FPS больше, чем у меня, я чётко решил, нужно апгрейдиться. Хотя казалось, как можно перейти с 8 ядер на 4? Да, действительно, FX не совсем 8 ядерник, скорее 4 на 8 потоков за счёт специфики архитектуры и в принципе своей компоновки. Но ведь маркетинг он такой. Я повёлся на FX, хотя выбирал между i5 3470, который тогда стоил примерно тех же денег, что и 8320. Ну и вот, через 2 года, исходя из того, что мне понравилась Asrock'овская материнка, я взял себе практически то же самое. Попросил у приятеля i5 4460, всё это потестировал и прямо-таки передумал. Отнёс материнку обратно в магазин, ещё месяцок посидел на FX'е и потом таки решился взять 6700K вместе с материнкой от MSI Z170 PCMade, которая впоследствии у меня сломалась, причём буквально за полгода. И я заменил её на ту, которая стоит сейчас, Asus Z170 Pro Gaming. Отличная плата, особенно с учётом того, что получил я её практически бесплатно, ведь мне вернули деньги за PCMade без лишних разговоров. Я просто принёс материнку, сказал, что у меня с ней проблемы, описал какие именно, а ребята её без вопросов приняли и сказали, что сейчас много приносят таких плат. У меня даже по этому поводу тогда выходил отдельный видеоролик. Кому интересно, можете посмотреть Underground 4-летней давности, хотя мне, честно говоря, даже немного стыдно за тот видос. Кстати, на деле началось всё с корпуса. Я взял GMC H200 Phone Q, и прямо сейчас он у меня и стоит. Корпус неплохой, хорошо продуваемый, но за 5 лет мне он как-то поднадоил, и поэтому после апгрейда у меня будет уже другой. Тем не менее, началось всё именно с него. А уже чуть позже я взял кулер, оперативную память, SSD-шку и блок питания. Какие именно сейчас на ваших экранах? Да, вот такая вот тогда была цена на кит DDR5 памяти 2 по 8 на частоте в 3000 МГц. Можете примерно представлять, что будет на старте с DDR5. И да, я действительно переплатил, потому что во всех тестах писали о том, что скайлейки отлично гонят память. И кстати, да, действительно у меня трёшка работала без проблем. Иногда лишь сбрасывались настройки, и я просто снова включал XMP профиль, и всё было нормально. От SSD-шки я впоследствии избавился, взял себе M.2, также SanDisk X300 на 512 гигов с SATA интерфейсом. Причём за какие-то нереальные деньги, тогда она стоила что-то в районе десятки. Тем не менее, я сразу понял, что M.2 это очень крутая тема, и уже в начале 2016 года у меня стояла именно такая SSD-шка в ПК. Блок питания и кулер остались те же самые, ну а видеокарты я менял несколько раз. В самом начале, летом 2015 года, я взял себе GTX 980 Ti, причём более чем за 50 тысяч рублей. У меня была политка Super Jetstream, которая сейчас стоит в компе у моего хорошего друга. Позже мне Nvidia прислали на обзор RTX 2060, какое-то время я сидел с ней, наверное года пол, потом ещё какое-то время использовал 1660 Ti. После взял себе 2070, политый геймрок, на ней также посидел какое-то время, мне она надоела. Продал, в районе месяца сидел на встройке из 7700K, и потом взял в начале RX 480, который вы уже видели до этого, и ещё чуть позже 1080 на 3 вертушки от Гигабайта. Хорошая видюха, на ней я сижу почти весь 2020 год, и мне она очень нравится. Да, у некоторых появляется вопрос, а как же я с 6700K пересел на 7700K? Как только вышли кобилейки, я обратил внимание на то, что скайлейки также успешно параллельно продаются, причём за те же деньги. Я нашёл достаточно выгодное 7700K за по-моему 25 или 26 тысяч, взял себе его, а свой 6700K продал за те же деньги. Какого-то прироста производительности не было, просто я чуть освежил свой ПК. И вот на этой конфигурации я получается сижу по сей день. Каких-то прямо-таки серьёзных апгрейдов не было. Да, в какой-то момент я брал второй ПК на пятом райзене 2600, но чуть позже понял, что конфигурация получилась слишком слабой, материнка нужна поинтересней, запас под апгрейд небольшой, да и по ощущениям какого-то прироста в быстродействии от 2600 я вообще не заметил. Вдохновился я именно в тот момент, когда увидел насколько хорошо работает разогнанный 7-й райзен 3700X. В нём реально ощущается прирост производительности и это какой-то скачок вперёд. Ну и плюс я ждал, что покажут AMD, было интересно какими вышли Zen 3. И вот уже после всего этого я окончательно решил, нужно переходить на красную платформу, желательно более свежую и с хорошей материнской платой. Нашёл интересный магазин с хорошими ценами, спросил у вас по поводу материнской платы, так как не мог окончательно решить. Подобрал практически финальную конфигурацию, которая сейчас на ваших экранах, но меня смутил момент полной предоплаты, плюс потом нашёл в интернете не самые лучшие отзывы про этот магазин и решил по старинке собирать практически всё в DNS. Бюджет в итоге чуть подраздулся, ну а то какая у меня вышла конфигурация вы узнаете уже совсем в другом видео, где покажу вам новый ПК и объясню почему я выбрал именно эти комплектующие. Сразу скажу, процессор другой, но меня всё равно очень интересует пятый Ryzen 4 650G. Я постараюсь где-нибудь раздобыть APU Renoir, желательно именно шестиядерник, либо если даже получится, то и восьми. Проведу тесты и по итогу окончательно попрощаюсь с синей платформой. С учётом того, сколько было сделано работы на этом 7700K и всём этом ПК, он себя очень много раз окупил. И я думаю, моя следующая конфигурация задержится достаточно надолго, хоть и некоторые её составляющие могут меняться, а именно процессор и видеокарта. А вот материнку, корпус, SSD-шку и оперативку я думаю не буду менять, наверное года 2-3 точно. Если и будет апгрейд, то наверное через год после выхода DDR5 памяти, пока ситуация с ценами не устаканится и не закрепится новый стандарт. Напишите в комментариях, как вам такой формат видосов, стоит ли в будущем делать что-то подобное. И обязательно подписывайтесь, дабы быть в курсе всех новостей. Спасибо за просмотр, не болейте, удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Я записываю звук на микрофон, а видеоряд записываю на мой Mi A3, который, кстати, мне уже надоел. Я хочу взять что-нибудь типа OnePlus 8T для записи видосов и для нормального быстродействия. Но то уже ладно, смысл просто в том, что сейчас будет такой плавный переход. Я бы хотел показать свой комп вам и рассказать, что в нем есть что, но это пока не получится, пока я не куплю новый. Но как только я возьму новый, где я буду рассказывать уже про свою систему, на которой я наконец-таки проапгрейдился, в этой системе и в этом видосе, получается, вы увидите уже и старый комп и новый комп. То есть я вначале для вас грамотно все сниму с новым компом, потом подключу новый комп и с нового компа буду снимать про старый комп. И это все, скорее всего, выйдет в один видос. Может, разделим на два. То есть, а в данном случае поговорим, как я уже и говорил ранее, извиняюсь, что повторяюсь 10 раз, но так уж получается. Как и говорил, самое главное... Братик, ну зачем ты коробку портишь? У меня же товарный вид есть. Короче говоря, сейчас будет плавный переход на геймплей, где я буду... Субтитры создавал DimaTorzok